Всем привет! Меня зовут Рина, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать про такой очень романтический тайский праздник, который называется Лой Кротонг. Как оказалось, снимать в темноте не очень-то удобно, поэтому сегодня будет настоящий видеоблог, где я куда-то иду и что-то рассказываю. Присаживайтесь поудобнее, поехали! Лой Кротонг празднует ежегодно по всему Таиланду в полнолуние 12-го месяца по традиционному тайскому лунному календарю. Обычно праздник выпадает на ноябрь. Лой переводится с тайского как «плыть» или «пускать в плавь». А Кротонг – это лодочка, традиционно сделанная из среза бананового ствола, банановых листьев и цветов. В ночь полнолуния тайцы собираются у водоемов, чтобы отправить в плавание свои Кротонги. Корни праздника уходят в древние времена, переплетаются с традициями индуизма и анимизма. Лой Кротонг устраивали в честь богини воды, выражая таким образом уважение и благодарность за использование ее даров. Традицию отправлять в плавание Кротонги начала одна из жен короля Сукатая по имени Напомат. Именно она соорудила маленькую лодочку из банановых листьев, украсив ее фруктами и цветами и отпустила ее вниз по течению реки. С тех пор имя Напомат ассоциируется с праздником Лои Кротонг. Кротонги можно купить накануне или в день праздника около любого водоема, будь то озера, либо водохранилище или река. А тайцы считают, что лучше сделать кротонг своими руками. Традиционные кротонги делают из натуральных природных материалов – цветы, листья, среза деревьев или даже половинки кокосов. Иногда можно встретить кротонги с основой из соленого теста. Вот, кстати, мой кротонг. Не самый оригинальный, зато очень красивый. Ставьте палец вверх, если вам понравился мой кротонг. Миллионы людей по всей стране, независимо от возраста и социального происхождения, ежегодно собираются, чтобы отметить этот праздник. Они приходят всей семьей с друзьями или подругами. Не случайно я упомянула, что Лои Кротонг – очень романтический праздник. Представьте себе, ночь, полная луна на небе, озеро с огоньками, ну чем не тайский день Святого Валентина? Особенно Лои Кротонг популярен у влюбленных, которые загадывают желание о счастливой совместной жизни. Они опускают на воду кротонги и, держась за руки, наблюдают, как он медленно уплывает вдаль. Внутрь лодочки кладут монетки, зажигают ароматические палочки и свечку. Тайцы произносят про себя молитву «Духу воды» и благодарят его. Нужно положить на дно кротонга прятку волос или срезанную ноготь, тогда все беды и несчастья покинут вас вместе с течением воды. Не забудьте загадать заветное желание, а затем осторожно отпустите кротонг в плаванье. Как и любой праздник, Лои Кротонг сопровождается весельем, вкусной едой и красочными зрелищами. Около водоемов разворачиваются целые ярмарки со вкусняшками, проводят конкурсы красоты и устраивают выставки лучших кротонгов. Но самая красивая традиция, на мой взгляд, это запуск воздушных фонариков к Хомлой. Миллионы огней освещают небо в эту ночь, что придает празднику неповторимое очарование. Отели Пукета в этот день организуют праздничные ужины и театральные выступления для своих гостей. И, конечно, вы можете принять участие в церемонии спуска на воду кротонгов. Обязательно уточните в отеле ближайшее место, где будут проводить фестиваль. Делитесь своими впечатлениями от праздника в комментариях. Мне очень интересно, как вы провели в этом году Лои Кротонг. А если вы еще не видели Лои Кротонг, то пока смотрите это видео, обязательно загадайте желание приехать на праздник в Таиланд. И оно непременно исполнится. И не забудьте подписаться на мой канал. До встречи в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!